...разумный, как открыл Том Маденцам. Ибо такова была своя благая воля. Воля Божья в том, чтобы скрыть от людей. Но что? Вопрос. Вот я не думаю, чтобы кто-то ответил сейчас из тех, кто здесь находится в храме. Вот что страшно. О чем конкретно речь-то ведется? Что утоил? То есть Бог желает утоить, чтобы люди не знали про царство небесное? О чем речь-то идет-то? Вот как в храме вы подавите и скажите «А я знал, про чем речь идет. Только не обманьте сами тебя. А я духом просто знаю, что не ответите. Потому что не читал я это место сегодня, да и не задумал без об этом. А Господь сам молится, Христос и говорит «Славлю тебя очень, что ты вот это, сие у таю вас мудрых и разумных людей». А открыл то младенцам. А впереди говорится о гневе Божьем. О наказаниях. То есть Бог открыл это, они этого не видят, они и погибают. Оказывается воля Божья в том и есть, чтобы они погибли. Хотя воли Божьей нет, чтобы они погибли. Но воля Божья та, чтобы человек, что завалил, он выстребывался. Вы противничали? Противничали. Противничали. Получается своё. И открыл то младенце. Маленький человек знает. Ты поговори с бабушкой, которая даже ничего не знает. Божья есть ад. Она про рай не знает. Она спасение не знает, но про ад все знают. Наша мать мало что знала, но говорила, что есть ад и вечный огонь. А это младенцем. Надо быть младенцем в звере, всё принимать. Но взрослым по углу. Во второзаконии 29 глава 29 стих я решил посмотреть, что сокрывает Господь. Он сокрыл от людей мудрых. Из-за этого прославляют Остальное Небесное, что такова воля Остальное Небесное, чтобы скрыть, чтобы они не понимали. Вот к нам приезжают люди, иногда знатные такие, ни нашего округа, ни лёжочек. Начинают с ним говорить, он ничего не понимает. Совершенно. Он ни о жизнедеятельности представления не имеет, ни о Христе. Вот у вас в соседней деревне, к вам приезжает человек, у него большое образование. Я ему говорю, возьми Евангелие, почитай. Я ничего в нём не понимаю. Ну ты-то почитай раз, два, три раза. Он не будет считать. И он видит, что уже приближается ему пора уходить из этой жизни. Но сатана держит. Бог Небесный сокрыл от него. Что его ждёт? Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам наших. Нам так многое открыто. Мы дети откровения. Когда начинаешь беседовать с людьми, вот тогда, в Курине невежущее, открывается, как многое нам открыто. Я вёл занятия одно время в лёгком училище, высшее авиационное училище. Очень тронутые были офицеры, пригласили меня к себе. Они не знают, чем угостить. накупили пиво, рыбу. Я говорю, я это не пил. Он не знает, что один за диван полез, новые сапоги достал. Может, возьмёте. Как раз по моему размеру. Это я возьму. Полковники. Одни полковники. И один другого спрашивает, а как тут всё чувствует? Он говорит, мне кажется, я ничего не кончал никогда. Вот такое у меня впечатление. Человек имеет интерес. Если ты пробудешь его, то будешь молиться. Куда поясни, в город лепишь. Вы на коленях, вы праскиваетесь вечером. Господи, открой путь. Вас встречают иногда доишники, встречают знакомые, с кем торгуете. Ты успей ему сказать. Скажи, что ты христианин. Они по внешнему виду твоему обязательно в поясе был. Они так, как я говорю, собираются, уже брюки заправлены. Почему? Да я в город выезжаю. Он уже всё. У него велики. Он переоделся. Да если бы можно было, ты бы, как еврей, сделал себе хранилище на лбу. У них коробочки на лбу с надписами. Ещё написано. Что тебя увидели и спросили. Удобно говорить, когда спрашивает. А когда они спрашивают, ты начинай спрашивать. Научитель беседует с людьми. Только подошёл, здравствуйте, да, доброе дело, здоровье. Благодарю тебя. Но всё это в руке Божией. Как Бог даст? Он уже о здоровье забыл, он сразу будет слушать, что ты говоришь. Любое слово ты сейчас скажи, я ей через полпредложения, я тебе выведу к Евангелию. Второзаконие 32-34. Не сокрыто ли это у меня, говорит Господь? Я нахожу подтверждение, что тайна у Господа и открывает Он её. Лука 19-12. Господь говорит, что город Иерусалим, столица Израиля будет разрушена. И добавляет, ой, если бы и ты, хотя сей день твой узнал, что служит к миру твоему. А к каждому из нас относится. Вы когда-то придёт время, пожелаете услышать, а одну строчку в Писании этого не будет. Слушайте очень внимательно. У нас праздничный порядок. И его не нарушайте. Бывает нужда выйти, бывает, во время службы. Но если ты вышла, назад уже не заходи. Стой-ка, не мельтешись перед глазами. Ты ни во что поставила службу. Вышла, спокойно, зашла, не безобразней здесь. Ты можешь выйти, выйти только один раз. И с тобой теперь пока по кресту будут подходить. Не оставляй свет, от которого будет идти смрак. Это сокрыто от тебя сегодня, ты этого не знаешь. Вот это уже сокрыто. Ты нарушаешь устав, даёшь плохой пример, нет у тебя благоговения. Ты понимаешь, что за этим кроется? Вышел, стой. Да не моя вина, хотя не твоя вина, но ты соблюди этот устав. Соблюди. Второе послание Петра 3.8. Одно то не должно быть сокрыто от вас возлюблено. Значит, сокрыто. Но Петр нам открывает. Открывает то, что Павел даже не открыл. Что у Господа один день как тысяча лет. И тысяча лет как один день. Вот, говорят, был очень умный человек, лауреат, можно сказать, премия Альберт Эйнштейн. Теорию относительности создал. Люди делают вид, что они понимают, а я ничего не понимаю. И вот спрашивают, как ты мог дойти? Он говорит, да вот Иосиф подсказал, говорит, 3 глава 8 стих. У Бога один день как тысяча лет. Он не стал сменить душой. Я, говорит, верил в Бога, и я понял, что это как. Есть другая форма измерения, время, когда больше скорости света и прочее. Стираков 43, 35. Многое сокрыто. Что гораздо больше всего, что мы знаем. Ибо мы видим только малую часть дел его. Видели, когда большое панно, мозаика называется, и стеклышек. Так мы рассматриваем только кромочку одного маленького стеклышка. И начинаем ценить, а почему? А как? Да не знаем как и почему. Надо только Бога благодарит и говорит, любите Создатель Бога и Егоа, Создателя. Я не знаю, Господи, как. Я славлю имя Твое, Создателя. Бог в вечности откроет. Почему именно? Вот пришел добрый правитель, и мне вопрос. Я не ставлю от других правителя, старяра стреляли, все. Я вопрос ставлю, почему Багрову удалось убить Петра Аркадьевича Сталыпина? В России был шанс стать другой страной. Почему именно это случилось? Значит где? В театре. Я потратился. Эх, не там-то был Петр Аркадьевич. Да какой же это был ум, государственный муж? А его и царь не ценил, его никто не ценил. А далее? Он думал, силой ума своего поставить людей. Это он заселял Сибирь. Где не возьми мы все осколки столыпинской реформы, но нигде не призывал людей по Евангелию жить. Столыпинские вагоны, столыпинский галстук вешивать их. Он понимал, физическое стороне направиться в физическое уничтожить революционеров. Не евангельский подход, я не ответил. Ты посмотри, что нам Петр говорит. Апостол. Я постепенно, постепенно дохожу. Я всем людям задавал вопрос. Ну почему сам вводил дружбу с Распутиным? Мне ни один священник не отвечал. Я стал сам изучать дарубежную литературу. И вопрос у меня перевернулся. Зачем Григорий Ефимович знал-то с царем с таким? Зачем он ему нужен был? Я понял, что тот другой уровень был. А Распутине ни одного истинного слова, оказывается, не было написано. Ни одного. Это задача обмала мацонов, чтобы оскорбить царя, дальше неизвергнуть его. Была поставлена задача какого дня, на каком совещании, и решили взять Распутина через него. Временное правительство создало комиссию по Распутину, и не подтвердилось ни одного слова. Вообще. Ничего нет. Это был глубоко верующий человек, но не евангельского звука. Великая сила была в нем. Одно его присутствие изгоняло болезни. Огоняли его как он за хрустом. И ничего этого не было, оказывается. Я вопрос скажу по-другому. Почему же ты по монахам поездил, по монастырям, а евангелие-то выйти нельзя? Ты имел доступ к царю. Прямо заходил к нему. Как говорится, ногой дверь открывал. Ведь могло быть по-другому. И в конце я вижу, ничего я нельзя было сделать. Время ушло. Это было сокрыто. Сокрыто. И сокрыто на несколько казанков. Не было в России такого собора, как 1917-18 годов. Поставили вопрос. Служили все на русском языке? И дали положительный ответ. Но уже поздно было. Уже красноармейцы стояли в дверях. Красношлемые витязи пришли по вашей душе. Чтобы занятия проводили священники. Такие были приняты законы, но уже ничего это не помогало. Патриаршица на восстановление. Патриарха арестовали. Опоздали. Они не познали время своего. В открытую все уже говорилось перед революцией. Никто не двигался. Когда открыл Господь, а уже поздно. Уже ни одного дня не было. Уже гремели пушки. Уже снаряды рвались в Кремле. В Кремле. В Кремле. В Кремле. В Кремле. на тебе о том размышлять. Ибо не нужно тебе что скрыто. Никогда не задавайте вопросы, которые в Библии не отвечают. А зачем? А почему? Тебе слишком много, это норм. Размышляй об этом. Ты только спроси, а в Библии это есть? Нет, нет. Благодарю за это Бога. 1 Канисом 1.26 Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, да мы это, Павел, не всегда знаем. А вы внимательно посмотрите, пересчитайте, перепишите, напротив покажите. Ну даже образование. А должность-то какая? Должность почти никакой. А Бог наш избрал быть царями, царя небесного. Какие же мы счастливые. Люди-то нас не узнают, а почему с вами плохо обращаются. Они не знают, что мы дети царя. Делается такое сравнение, царь путешествует, а впереди его слуги идут. И никто слуги не понимает, он приезжает в гостиницу не готово, сел запыленный, сидит, его слуги гонят, как разрушение у парадного подъезда Некрасова. А потом видит, кто-то сзади подходит и отдает честь, ему сказали, а кто это, это царь? Не узнали. Вот это положение будет, когда люди прислали перед Богом. А ты через них нам говорил? Это я не говорю сами, это Слово Божие. Люди, Господь эти слова говорит. Не будьте непокоривы, узнали. Теперь, Господь это сокрыл наказание с определенной целью. Исайя 29,9. Изумляйтесь и дивитесь. А к чему? Они ослепляли других и сами ослепляли. Они не давали людям Евангелие, и сами слепыми остались, ослепляли других. Но так же не было, чтобы кто-то кому-то глаза выжать, и у него самого глаза бы вытекли. Нет. Речь, конечно, о духовном идет. Они скрывали Слово Божие, и плоды эти принесли. Иоанн 9,39. И сказал Иисус, На суд пришел я в мир всей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы. Паритеи тогда сразу знали, что, по-твоему, мы слепы? А если вы понимали, что делаете, тогда вы были зрящие. А у вас тут и зрящие, вы не понимаете, что делаете. Вы говорите зрящие. Поэтому отвечайте за свои дела. И Крефиат 7,2. И обратил я сердце мое на то, чтобы познать мудрость, и познать глупость. Да глупость, ничего ее познавать-то. А ты записывай. Вот делал я не по Слову Божию, а результат как плачевный. А вот здесь я опять не по Евангелию, а результат как не худышный. А вот здесь опять не по Библии-то. Страшно сказать, что получилось. То есть он делал то и другое, решил, буду напитываться вином. Один раз выпил. Но ты знаешь, плохо, когда ты пьешь. Знаешь это? Ну ты знаешь. Посмотри, толковой раны. У тех, кто разгорячает себя вином. Соломон говорит. А он говорит, я спал как наверху мачты, меня толкали, били, я ничего не чувствовал, завтра опять напишись, опять будет то же самое. А как избавиться? Бог, не пей и не ешь. Переколоти всю посуду у себя сегодня, где у тебя брашка есть. Ни одного грамма не заводи в дом. Поставь стражников, родных близких попроси. Следите за мной, пожалуйста. Я уезжаю куда-то на раздельство. Смотрите, проверяйте меня. Я ничего не могу сделать. Сатана меня полностью пленил. Ведь нет этого. Значит тебе это нравится? Нравится, как и будет. Будет последняя рана, когда пойдешь в ад. Римин 1.22. Вы называете себя мудрыми, а безумерие. 1 Коринфян 3.18. Никто не обобщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым, вечным тем, будь безумным. Не бойся, как-то тебя скажут. А, это фанатик. Да что с него говорить, у него не все дома. Я в свой адрес слышал, это не в сотни, а в тысячи раз. А какая реакция? Да никакой. Я должен так ответить. Да так. Наша администрая искушался от людей в КГБ и решил припугнуть. Да ты знаешь, что мы про тебя знаем? Она говорит, а что вы знаете? Ну, а вот так. Так это мало. Я вам сейчас еще больше расскажу. Я вам столько про себя расскажу. Я была супругой всего мира. Он сразу отступился и больше ни разу не заикнулся. Кто бы не напомнил о грехе, а ты ему еще другой расскажешь. Ты еще вот это не знаешь. Ты еще вот это за мной было. И все. И больше он никогда не подойдет. Будьте безумными. Четвертая книга, старт, 19.3. День скорби и наказания. День семь. Ибо дошли младенец, дошел младенец до отверстия у трогу матерней, а силы родить нет. Я отношу это к собору 17-18 года. Время родить законы. Все. Но ни один закон этот уже не мог действовать. И по сегодняшний день эти законы так и не пришли в действие. По-прежнему пославян в Китае, сарковный язык непонятный. Ты типа интересуешься. Вот кончил службу. Ищет скорее бы из алтаря. Вышел и сказал. Так вот служба была. Я сейчас спрошу. Ты что понял? Он не спросит. А учитель спрашивает в конце урока. Ну вы что, поняли я вам рассказывала? Если учительница будет знать, что дети не понимают, уходят урока и за дня в день. Зачем такой учитель? На нее деньги график. Зачем на тебя поп-корбить, если ты ни одного человека не спрашиваешь? Понял он или нет? А вы должны все понимать. Что это означает? Каждое слово до глубины сердца, чтобы доходило. Это он должен спрашивать, не я. В каждом храме. И каждый епископ. Он бы ужаснулся. Идут одни двоечники, выходят. Да я ничего и не понял. Да я стояла как в столб, ничего не знала. Да я слушала, а какие-то слова непонятные. Да люди не понимают совершенно. Как отец Михаила Анатоль, такой умнейший человек, говорю. В один храм посолю работать его. Вижу во время службы, что-то шидел с рабочатой. Долгаря выгнал, а они печенье крошат и перекладывают. А что? Отложим бы по печенье. Вот они, говорят, берут по печенью, по одному откладывают, стоят в бахне. Там свое учение. По печенью. Очень просто. Утрудная вера. Люди вообще не понимают, что делается в храме. Но как-то что-то, на каком-то уровне, как у шамана, он помашет, скажет, побьет бубен, и что-то случится. Бог избирает свободных людей. Разму, вероотслышание. И он спрашивал бы любой священник, ну ты слышала, что сегодня было? Ты знаешь, что это? Не знаю. Верните-то назад, я снова буду, чтобы вы поморили. И ты бы заморил их здесь, и так бы второй раз не поняли, и третий, я проигрываю по-разному. Он бы всех заморился. И в конце концов поставил бы двойку, или не лениться самому себе. Какой же это учитель? Человек, вот я встречаюсь в ободе, первый раз разговариваю, у меня один раз было, едут украинцы на заработки, на заработки, шабашники раньше. Я им стал говорить о ободе. Они четыре человека, бы они все приняли, мы больше никуда не поедем, мы с вами, я не могу от них отбить. А куда мы поедем, мы даже еще много вопросов, а вы не отбили, что я слажу на развезде, они со мной слазят. Едут скотлонками, как туристы, все у них с тобой, мы не хотим от вас отставать никуда. Я вот счастье какое видел. За два года мы не больше трех суток ехали. Полностью тренили. Это у меня было в камере, я захожу, он сразу сказал, ты, а то вы Бог? Да не Бог, я был Бог же. А мне ночью сон был, и сказано, что на камеру придет Бог. И он тут же Евангелие сел с Пуэкислой. Совершенно отошел от своих товарищей с тем как ты играл. Я могу рассказывать из собственного опыта, что Слово Божье, то есть, что он и доострый. Дайте живое Слово вашим товарищам. Расскажите, что будет, если они не примут. Быть может, ребенок дошел уже до утроба матери. До утроба матери. Дошел, до отверстия, говорю, матери нет. И не может выйти. Сил нет родить. Псалом 8 глава 3 стих. Я говорю о младенках. Господь говорит, сокрыл от младенков. Что значит младенков? А в каких? В сегодняшних? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Подражать детям, которые умеют сеть божественную. Которые знают хвалу Богу. Плачь и ремень 4 стих. 4-4. Язык грудных младенцев прилипает к гортанию его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не дает им голод. Это в духовном плане, конечно. Есть люди, которые желали бы слышать. Я свидетельствовал на Красной площади в храме Басилия Блаженного в Котиковской галереи в Эрмитаже. Я не могу назвать место, где мне не пришлось бы проповедовать. Иногда тысячи людей стояли на площади. Как я вспомню, одна женщина подошла, слушала. Я не знаю, что она вспоминала. Она в этой Евангелии мне положила деньги и говорит, я очень прошу, помолитесь. Я говорю, зачем помолиться? Да чтобы Хрущев скорее помер. Он тогда у вас был. Она поняла, что жить так, но я по-своему понимаю. Другой был на занятии, вот теперь я уверовал. Я радуюсь, думаю, вот Господь как делается. Он говорит, я понял теперь точно, что я не верующий. Он ходил в церковь, молился, по-дому на занятиях, и понял, что у него гарантия, какой нет. Ты вот это еще пойми, что ты не верующий. Тебе все надо начинать сначала. Потому что язык прилип в гортане у детей. И дети от жажды погибают, и никто им пуска хлеба не дает. Иоанн 16, 21. Женщина, когда рождает, чертит сквозь. А когда родит младенца, уже не помнит скорбь от радости. Ты понимаешь, это все духовно. Господь сказал, ты и ложимый на то, сколько скорбей, когда занимаешься душой. На когда душа обратится. Испытал я эту радость, когда новая душа приходит. Может, для того, у тебя товарищи рядом, чтобы он услышал, обратился. Ты молитвы и начни раздроблять камни, которые сатана его заложил. И все будет по-другому. 1 Петра 2, 2. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, славесное молоко, дабы от него вам возрасти во спасение. Какое чистое, славесное молоко? Без всякой примеси. Святой Евангелие, Святая Питаль. Его надо возлюбить. Как младенец новорожденного. Скажи, любишь это слово Божие? А если любишь, тогда последний раз считалось? Я ваших детей испытывал. Скажи, когда вы вместе с папой, с мамой утреннее правило? Он не мог назвать. А когда Евангелие читали? Он уже чувствует какой-то подвох. Ну. Дальше я остановился. Но сегодня вы считали? Сегодня? Нет. А все раз? Нет. Я тогда стал уже неделю верить. Ну а неделю, за неделю хоть раз считали? Вижу уже, смотрят на меня волчонком. Нет. Он думает, папу не подвести. Ладно, я на вами вместе с вами верю. Но за месяц, хотя бы раз считали, он не мог ответить. Вы что делаете? Я хуже-то узнал, что у нас в общем нет людей, которые Библию ни разу не прочитали. Это институты такие люди. Везде такие люди. В определенных местах, сколько они знают. Содержание Библии не знает. И не знает о чем. У меня стихотворение написано. И редактировать не к этому было. И попросили, я вам старообрядка, панаграмма, преподаватель в университете, в АВУ. И она стала редактировать. И везде делается замечание. А о чем это? Опять. Пословица Снопу, там, Аблиотихова Снопа. Я пишу посотушившиеся ограды. Она ни одного места не знает в писании. Совершенно. Она грамотная, она знает где запятые, поставит все. И она пишет, как будто ошибка. Это что, у вас так-то тут не связано. Все связано. Здесь духовный смысл кремя этажами. Как его перенести на свою душу? Кримлина, вторая глава, дата Туркина. Ты являешься наставником невеж, учителем младенцев, поэтому убедить себя так должно. Главное, давай пример своей жизнью. И первое, Коринфянам, 3.15. Я не мог говорить с вами, как с духовными, но я разговаривал с вами, как с младенцами. Павел пишет в всей церкви. О младенцах много не понимают. Я думаю, одно так перекрестить, я как стоять, что сколько я его не буду, ничего не может сделать. Вот так и уедешь к этим. А она подтверждает, а он говорит, во сердце школу ходит, ребенок. Другой говорит, а я на клироке пою, ничего детям не знаю. Пробуждает собственная ревность, вера в Слово Божие. Господь нам это открыл, потому что мы незнатные. Но, может быть, незнатным и глупым. И скажем, Господь, открой нам, какая погибель угрожает миру, чтобы день тот не застал нас, и ящи нас. Аминь. 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 Аминь.